Мифы о протеине Миф номер один С помощью протеина можно накачать огромные мышцы В основном этот миф блуждает среди женщин Ведь многие мужчины мало беспокоятся о росте своих мышц Конечно, основа мышц состоит из белка, который обеспечивает их рост Однако, не стоит заблуждаться Добавление добавки в рацион питания не заставит мускулатуру просто взорваться И не сделает человека гору Однако, протеин поможет быстрее восстановиться после физических нагрузок Миф номер два Протеин необходимо употреблять только вне тренировок Потому что вне тренировочные дни организм не нуждается в дополнительных дозах белка Это ошибочное мнение Ведь мышцы после тренировки могут восстанавливаться неделю и даже больше времени И на протяжении всего этого времени организм требует аминокислоты Составные части белка Для своего роста и структуры Поэтому спортивное питание дополняет наши тренировки Миф номер три Организм не усваивает белковые добавки Это бы являлось правдой То есть из списка полезных продуктов можно было бы вычеркнуть рыбу, арахис, молоко, яйца, сыр и еще много всего Ведь во всех этих продуктах, как и в протеине содержится белок Миф номер четыре Протеин ведет к импотенции На деле же протеин это концентрированный белок, не содержащий гормонов Миф номер пять Протеин это разновидность стероидов Стероиды это органическая химия А протеин это важный макроэлемент, без которого человек может умереть Миф номер шесть Протеин это очень дорого Изначально может действительно так показаться Ведь один килограмм протеина стоит около тысячи рублей Однако в этом килограмме белка содержится столько же, сколько в трех-четырех килограммах творога А, теперь подумайте, сколько будет стоить 3-4 килограмма творога Примерно такую же сумму денег Миф номер семь Протеин оказывает пагубное влияние на работу почек и печени Уже давно доказывают, что болезни печени и почек не являются прямым следствием употребления белка Заболевание может дать о себе знать только в том случае, если оно уже имелось на момент приема спортивного питания Просто протекало бессимптомно У здорового же человека прием белка не вызовет никаких отклонений в работе почек и печени Миф номер восемь Протеин вызывает привыкание На деле же протеин это всего лишь пищевая добавка, к которой не привыкают Точно так же, как и к сокам или витаминам Даже если принимать лошадиную дозу белка, а потом резко отказаться от него, абсолютно ничего не произойдет Ведь протеин не наркотик и не химия Миф номер девять После приема протеина мышцы снова заплывают жиром Это абсолютный бред Во-первых, стоит отметить, что такие рассказы блуждают среди тех, кто лично не пробовал спортивное питание Все, кто принимает хорошее спортивное питание, никогда ничего подобного не скажут Во-вторых, жировые отложения и мышцы имеют разную структуру Соответственно, жир в мышце и наоборот перейти не смогут Миф номер десять Протеин принимают только тяжелые атлеты На Западе протеин используют практически все спортсмены Борцы, бегуны, баскетболисты, хоккеисты, боксеры и так далее Кроме того, протеин используют девушки, занимающиеся фитнесом Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok